На премию Пинчук арт-центра Гамлет Зиньковский свои работы подаёт уже во второй раз. Хотя, говорит, его искусство не современное и не актуальное. Просто друзья уговорили и заполнить интернет-заявку помогли. До сих пор не умею пользоваться интернетом. Работа, которую уже завтра смогут увидеть киевляне, называется «Книга людей». Это тысяча вот таких портретов, закреплённых в спичечных коробках стеклом, и книга, в которой Гамлет описал истории 80 человек. Все персонажи выдуманы, любые совпадения случайны, говорит художник. Говорят, что люди, серая масса, заходишь в метро, а там серость какая-то, вообще все одинаковые, бла-бла-бла. Вообще люди все разные. Я ни разу не видел одинаковых лиц. Герои книги – мужчины среднего возраста. У каждого есть имя и кличка. Но вместо стандартной биографии Гамлет решил написать о том, что отличает одного человека от другого. Какие-то личные, порой интимные подробности из жизни. Крем – это Тишков Андрей Семёнович, 70-го года рождения, профессия бездомный. Ленивый любовник. Очень любит женщин и всячески с ними знакомится и дружит. Получить премию в 100 тысяч гривен Гамлет не особо стремится, но признаёт, выставлять работы в столичном арт-центре – уже большая победа для любого художника. Это трамплин. Дальше уже только от них зависит, как они этот трамплин могут использовать. Это в любом случае и информативно, и профессионально полезно, и такой внутренний момент внутреннего развития тут тоже включается. Татьяна Тумасян гордится, что каждый четвёртый номинант на престижную премию – харьковчанин. Станет ли кто-то из них победителем, будет известно в начале декабря. Анна Бравко, Евгений Педин, Медиагруппа «Объектив». Продолжение следует...